Почти 200 тысяч квадратных метров нового жилья в регионе в этом году было введено в эксплуатацию. Это на 5 процентов меньше, чем в 2014. По итогам 8 месяцев Саратовская область занимает 7 место среди регионов Приволжского федерального округа. Об этом рассказали специалисты на заседании комиссии. По мнению собравшихся, такие показатели работы недостаточно продуктивны. В планах регионального министерства строительства ввести в эксплуатацию в этом году более миллиона квадратных метров жилья. Но, по словам профильных чиновников, в последнее время спрос на первичное жилье в области снизился. Жители не могут себе позволить приобретать квартиры в кредит. Не спасает ситуацию даже большое количество специальных банковских предложений и скидок. Ярким примером специалисты считают федеральную программу «Жилье для российской семьи». Хорошие условия и низкая ипотечная ставка сегодня не привлекают саратовцев. Если сравнивать с прошлым годом, седьмой и восьмой месяц это порядка 5000 кредитов на сумму 6 миллиардов 700 миллионов. Если к пятнадцатому году, это составляет уже 11,8. То есть фактически ипотечная привлекательность или выдача ипотечных кредитов снизилась на 40 процентов по разным категории. Общую социально-экономическую ситуацию в регионе в этом году ухудшают и невысокие показатели по сбору урожая. Из-за засухи саратовские аграрии задолжали по лидинговым кредитам около 240 миллионов рублей. По оценкам специалистов, в 2015 жаркая погода уничтожила около 500 тысяч гектаров посевов на сумму более 5 миллиардов рублей. В свою очередь без поддержки сельхозпроизводители не оставляют власти. Аграриям позволили пролонгировать кредитные договоры. Так, отсрочку по денежным выплатам получили 13 заемщиков на сумму более 100 миллионов рублей. Но чтобы в дальнейшем избежать повторения ситуации с многомиллионными долгами аграриев, регионы должны проработать механизмы защиты. По словам чиновников, уже существует хорошая программа страхования, но ее необходимо адаптировать. Если неэффективно работал до сегодняшнего дня страховые подходы, но сегодня появилась компания, которая работает при Ростельхозбанке, я думаю, что это должен быть надежный партнер, и нам надо более эффективно работать, начиная по текущему году. Потому что из почти миллиона гектаров посеяных посеев, вы сказали, 70% взошли, 30% уже не взошли. Поэтому надо работать страховой компанией для того, чтобы механизм защиты какой-то сработал. Иначе у нас просто весенний сев усложнится. Для более эффективной работы в решении проблемных вопросов, будь то в сельском хозяйстве или в сфере ЖКХ, областные чиновники должны разработать стратегию развития экономики региона. Сроки ее реализации вплоть до 2030 года.